Госуслуги теперь в шаговой доступности для жителей Цыгломени. Там открылся офис многофункционального центра. Оформить документы, заменить паспорт, запрос в архивный отдел. Все это можно сделать не выезжая, как раньше в областной центр. Александр Богданович убедился. Цыгломенское отделение МФЦ уже принимает первых посетителей. Идут даже не ради подачи документов, а просто оценить новшества. Еще несколько дней назад здесь была система, не очень удобная большинству. Специалисты областного многофункционального центра выезжали сюда только раз в неделю на 8 часов для работы с местным населением. Теперь же пятидневка в два окна. Действительно, это будет очень удобно. Раньше эта работа проводилась в режиме один раз в неделю. И не у всех была возможность попасть именно в этот день, в это время. В связи с какой-то там занятостью. А теперь, когда это будет работать в каждый день, это будет, конечно, очень удобно. И предоставляются услуги здесь на том же уровне, что и в центральных МФЦ. В основном услуги здесь ходят по коммунальным, то есть льготы, субсидии. По пенсионному часто приходят. Пенсионеры очень рады, что открылось отделение, так как им очень тяжело ездить, с транспортом проблемы. В Архангельской области открыто 30 МФЦ, не считая территориально обособленных подразделений. Их 10. И одно теперь в Цирламине. Сотрудники у нас высококвалифицированные. Они могут оказать непосредственно консультационную помощь, посмотреть документы, правильно ли они заполнены, принять, ну и так далее. Сейчас в Цирламине проживает почти 9 тысяч человек. В планах развивать инфраструктуру поселка. Поэтому, как считает депутатский корпус, оттока населения здесь не будет. Самое главное начнется в августе, в июле-август, строительство шести домов, четырехэтажных, в темпичном исполнении, с облицовкой, для расселения ветхого аварийного жилья. Я постараюсь, чтобы как можно больше Цирламин переехал в эти дома. Попасть к специалисту Цирламинского МФЦ можно в порядке живой очереди. Также есть формат записи по телефону горячей линии. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29. Продолжение следует...